Председатели профильных комитетов областной думы подвели итоги деятельности уходящего года. По словам Владимира Капкаева, несмотря на сложное время, народные избранники в 2015-м поработали плодотворно. Были приняты 185 областных законопроектов, реализован целый ряд социально значимых программ. Так, в уходящем году был успешно выполнен проект по модернизации дошкольного образования. В области удалось почти полностью ликвидировать очередность в детские сады. Если на 2012 год было более 26 тысяч детей, стоящих в очереди на получение дошкольных мест, то на 11 декабря текущего года это 157 детей. Поэтому, естественно, проект дает хорошие, положительные результаты. По словам депутатов, огромная работа была проведена в процессе принятия проекта бюджета на 2016 год. Народным избранникам впервые за долгое время удалось принять бездефицитный финансовый документ. Этого добились благодаря перераспределению средств в разных сферах, а также уменьшению расходов. Мы сознательно вместе с правительством, губернатором пошли на сокращение ряда своих обязательств в течение года на ту же дорожную деятельность, которая преэвалировала в этом году. Мы сократили 150 миллионов, переходя на адресную поддержку наших льготников, категории граждан. За счет содподдержки экономия составила 400 миллионов рублей. Кроме того, депутаты пересмотрели расходование средств и на другие инициативы. Одной из самых обсуждаемых стало сокращение средств на информационное освещение деятельности региональных органов власти. Экономия составит 20 миллионов рублей. По словам депутатов, эти средства будут направлены на выплаты по социальной ипотеке.